Многие из собравшихся на краеведческую конференцию – коренные жители. Но есть и такие, кто однажды приехал и навсегда влюбился в Ленинский район. Алексей Плотников вспомнил время, когда город только начинал строиться и отметил уникальность самых первых домов. Они, опять-таки, неповторимые, отличались друг от друга. И эту изюминку давал им внешний вид, а именно мансарды, затем обязательно облицовка, белый кирпич, цоколь. В торжественной обстановке председатель общества Алексей Зименко вручил удостоверение новым членам. Как выразились сами краеведы, в течение золотого периода 2000-х годов сотрудники районной и городской администрации оказывали всякую поддержку обществу, а также сами по зову сердца занимались краеведческой работой. Я считаю краеведческая работа очень полезной, крайне необходимой для воспитания жителей нашего района, для изучения истории нашего района, для прославления людей, сделавших эту историю. Среди получивших удостоверение общества краеведов и Александра Белова. Уже более 20 лет Александра коллекционирует старинные вещи. Около 200 экспонатов, а это самовары, прялки, посуда, приемники, хранятся в ее дачном домике, ставшем теперь частным музеем в деревне Слобода. Собирает не только я, а мои дети заражены, мои внуки, все-все-все, кто откуда, что. А сейчас кто приходит смотреть, тот приносит мне обязательно. Я ничего не покупала, понимаете, мне все несут. Участники 10-й по счету краеведческой конференции, посвященной 50-летию города Видное, выступили с докладами о видновских храмах, о Доме культуры, о краеведческой работе школы по изучению истории города и его окрестностей. А Вера Пинто рассказала об издании своей книги, посвященной 90-летию Расторгуевской библиотеки. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.